При оксайской больнице открыли инсультный центр. Ожидается, что этот объект будет обслуживать не только жителей данного района, но и соседних районов области. Центр оснащен по последнему слову техники. Подробности в сюжете. Открытие инсультного центра обрадовало не только жителей района, но и самих работников здравоохранения. Теперь пациентам с болезнями системы кровообращения не нужно ехать за лечением в областной центр. Все процедуры можно получить в оборудованном отделении, в котором будут работать профессионалы. Здесь население будет обслуживаться не только нашего районного уровня, Бурлинского района. Они будут охватывать население Чингерловского района, Каратюбинского и Сыромского района. Получается около 97 тысяч населения они будут обслуживать. Для того, чтобы обслуживать необходимые инструментарии, оборудование, на сегодняшний день инсультный центр будет работать как второй уровень. В дальнейшем в плане у нас есть его еще раз оснастить оборудованием, обучить специалистов и, естественно, уровень уже будет намного выше. Такой же инсультный центр был открыт в Уральске, а Акжаикский функционирует для пациентов своего района, плюс лечит заболевших из Женебекского, Букиординского, Косталовского, Женгалинского районов. Оборудование для нового объекта приобретено за счет местного бюджета и благодаря поддержке спонсоров. Есть две основные формы инсультов – геморрагический и ишемический. Больным, поступившим в инсультный центр, сначала делают компьютерную томографию в приемном отделении, затем диагностику. И после этого направляют в центр для получения полного комплекса лечебных процедур. У нас есть палата интенсивной терапии на две койки, где лежат тяжелые больные. Здесь работают реаниматологи. Остальные 8 палат для больных средней тяжести. В центре лечения длится 10-14 дней. Пациенты, получавшие лечение в нейроинсультном центре, впоследствии направляются на реабилитацию, где с ними работают дефектолог, психолог, массажист и другие специалисты. Алмагуль Джамперисова, Марат Жумагалиев, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.